Сегодня стало известно, что с момента заключения зерновой сделки из Украины вышли порядка 350 судов с агропродукцией. Всего отправлено в страны Азии, Африки и Европы около 8 миллионов тонн агропродукции. Итак, результаты зернового коридора и о перспективах его продления, продления этой зерновой сделки мы сейчас будем говорить с Михаилом Непраном, первый вице-президент торгово-промышленной палаты Украины. С нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте. Итак, на сегодняшний день цифра 350 судов, которые вышли с украинских портов. Насколько она соответствует действительности? Расскажите и в целом, какие результаты вот этой зерновой сделки на сегодняшний день? Ну, учитывая то, в каких условиях это все осуществлялось и в каких условиях это все готовилось, это, конечно, очень крутой результат. Это шикарный результат. Учитывая то, что до 1 августа с 24 февраля была полная блокада украинских портов, и эта блокада грозила и голодом с нашим традиционным партнером в Северной Африке, в Среднем Востоке, в Ближнем Востоке. Это грозило колоссальными убытками украинским производителям зерна. Помните, мы с вами на эту тему общались и такую очень интересную цифру приводили. Если в прошлом году, в конце года, стоимость зерна в Украине была 9 тысяч тонн, то весной, в марте месяце, начале апреля месяца, она упала в Средине Украины до 2 тысяч. То есть, с экономической точки зрения грозил коллапс с производителем зерна. Поэтому экспорт зерна для нас это было жизненно необходимый. И, кстати, сейчас за это время, что интересно, я вот недавно общался с Аграрием, спрашивал, почему сейчас покупают 4,5 тысячи? Цена выросла в два раза. Вот вам, чем, когда народ говорит, зачем нам нужен был этот экспорт, и почему мы за него так воевали? Это не только международное значение, это еще поддержка нашего внутреннего производителя. Плюс то, о чем говорил Гетманцев, это валютные поступления. Потому что невозможно, чтобы нас все время поддерживали западные партнеры. Мы должны сами зарабатывать себе на войну. Так что я считаю, что результаты нашей деятельности по зерновому коридору, это просто победа, это победа на хлебном фронте, на экономическом фронте. Но и все-таки, Михаил Иванович, о международной ситуации. В процентном соотношении расскажите, пожалуйста, вот страны Африки, Европа, кто и сколько продукции в процентном соотношении, из тех вывезенных миллионов тонн, кто и сколько получил? Традиционно наши партнеры основные, это все-таки Северная Африка, и это Ближний и Средний Восток. Они получили по подсчетам где-то порядка 65-70%. Безусловно, у нас есть европейские партнеры. Та же Германия, которая закупает нашу кукурузу, наш ячмень, другие культуры, страны европейские. Это в основном кормовые культуры для своей птицы, для животноводства. Если мы говорим по странам Северной Африки и Ближнего Востока, то там немножко другая ситуация. Там больше идет все-таки для хлеба, для хлебобулочных изделий. Поэтому все эти российские закиды по поводу того, что мы продаем в Европу и на этом наживаемся, это чистая вода дезинформации и пропаганда. Мы в первую очередь обеспечиваем Африку и Азию. А во-вторых, что интересно, хотел бы сказать, у нас были и уже добрый десяток суден по программе помощи продуктами питания по линии ООН, которые тоже... ...как раз те страны, которые могут быть проблемой с питанием, спасать от голода. Михаил Иванович, а на каком этапе сейчас контакты и переговоры о продлении зерновой сделки? Потому что, известно, она вот-вот в ноябре уже должна закончиться. 22 ноября заканчивается срок этой сделки. Да, ну вот по сути месяц. Сейчас у нашей инфраструктуры недавно на встрече с бизнесом Юрий Васьков, заместитель министра инфраструктуры, информировал об этой ситуации. И как раз он доложил о том, что идут переговоры, хотят продлить. Продлить снова минимум на 90, а лучше на 120 дней. Переговоры очень непростые. Россияне всячески сопротивляются и пытаются вставить свои, в том числе, экономические интересы. Поэтому мы настроены оптимистично, но ситуация достаточно непростая. Михаил Иванович, знаете, вот сейчас последние сообщения. Сообщение буквально час назад в Минобороны Российской Федерации заявили, что черноморская зерновая сделка может быть продлена только при условии полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей. И также упоминается о том, что Путин ранее сообщил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что он был якобы использован для доставки взрывчатки для подрыва Крымского моста. То есть это очередная версия, которую используют сейчас для манипуляций. Так, Вик? Да. Кто только не взрывал Крымский мост, да. Наверное, еще надо наших птичников, наших животноводов. Там гуси, наверное, какие-то прилетели со взрывчаткой. Это версия, да, это версия семимесячной давности про боевых уток. А, это серьезно. Понятно. То есть гуси, ну, как это в эфире культурно сказать, когда пролетали, то они там, ну, вы понимаете, да, как это... Выпустили, короче, да, взрывчатку, поэтому... Понятно, это продолжение то, о чем я говорил, что Россия ищет всяческие моменты для того, чтобы затормозить этот процесс. Они, с одной стороны, понимают, что они проиграли. С другой стороны, есть определенные обязательства международной политики. И перед тем же Эрдоганом, для которого эта сделка, как это называется, ну, это его такая образцово-показательная, да, что вот он порешал. Он человек восточный. Имиджевая такая сделка. Ему хочется этого показать, свое значение, учитывая еще непростую ситуацию, которая у него внутри страны. Кроме того, не забывайте, турецкий бизнес всегда очень неплохо зарабатывал, будучи посредником между Украиной, странами Африки и странами Азии. Поэтому там есть еще и экономическая составляющая. Так что все это очень непросто, а за Крымский мост, ну, это уже мы слышали, да, о том, что... Так сюда не идут через Крымский мост. У нас там порты в Азовском море, они все находятся на временно оккупированной территории. 24 февраля, согласно приказу Мининфраструктуры, закрытый порт Бердянск, порт Мариуполь, они не работают. Поэтому там украинские суда не ходят в Азовское море, их там просто физически нет. Поэтому это разбивается элементарно. Ну, это только для доверчивых российских слушателей. Иван Ильич, давайте вот для них еще раз, лишний раз расскажем саму процедуру. Вот насколько теоретически можно танкер, который, судно, которое идет в наш украинский порт, там, не знаю, вооружение, ну, давайте пофантазируем. Ведь нужно же акцентировать на досмотре, правда, суден. И ответственность за это, если не ошибаюсь, турецкая сторона взяла, гарантирует. Конечно, конечно. Вот, то есть это же тоже, если мы говорим о имидже президента, давая вот такие ложные обвинения, якобы завезли взрывчатку. Сомнения, репутация Эрдогана. Конечно, конечно. Авторитет Эрдогана. А вот давайте назвать вещи своими именами. Это и россияне, и американцы, и поэтому прямо говорят. Нынешняя система снижения спутника, разрешительная способность до метра, да? То есть, если где-то кто-то куда-то что-то везет, кто-то что-то куда-то прячет, это элементарно выясняется. Точно так же, как те суда российские, которые воровали и ворованную нашу пшеницу возили. Ведь было прекрасно видно, как в Севастополе загружают это зерно, как его туда везут, как загружают, как сюда-туда выходят, куда идут. То есть свое ворованное зерно они не заметили, а якобы привезенную какую-то взрывчатку для подрывомоста не увидели. В чужом глазу видно соринку, а в своем глазу колода не видно. Так что это чистая вода манипуляция. Им сейчас очень трудно отыграть назад этот проект, потому что проект успешный. Проект, который поддерживают все, начиная от ООН и заканчивая странами, с которыми, кстати, россияне хотят налогить отношения. И сейчас уже рассказывают, что украинцы плохие, мы хорошие, уже не получается. Поэтому вот и принимаются такие меры, при которых, ну, надо что-то такое придумать. А что придумать? Ну, давайте думать, давайте. Гуси уже пролетели, теперь давайте сюда взорвали. И все-таки, а сколько зерна украли россияне? Разные оценки. Разные оценки. Я думаю, что порядка называют разные цифры эксперты. Ну, где-то, я думаю, до порядка миллиона тонн. Где-то так, если говорить. Потому что есть зерно, которое находится на элеваторах на оккупированной территории. Мы до конца не знаем, сколько его там осталось. Есть кто, который пытались продавать. А все-таки основная масса была в портах. Слава Богу, наши порты основные, через которые шло зерно, это Черноморский узел, это Одесса и порты вокруг Одессы. Все-таки и Бердянск, и Мариуполь, они были не такие ключевые порты. Мариуполь вообще больше специализировался на металлургической продукции. Но я думаю, что порядка миллиона тонн, судьба этого зерна, к сожалению, на сегодня уже мы можем считать утраченной. Михаил Иванович, а что известно сейчас о ситуации на оккупированных территориях? Что происходит с той же сельхозтехникой, которая осталась там, и с теми же территориями, площадями, полями, засеянными? В принципе, оккупанты все время выступали перед фермерами, рассказывали о том, что будем работать, мы пришли надолго, давайте работать. То, что было засеяно в прошлом году, то еще, которые до войны были, их, естественно, убрали. Что сейчас очень противоречивая информация. Очень много просто-напросто никто ничего не делает в ожидании того, как развернутся события. Потому что есть вера в людей, что скоро придет ЗСУ, и это будет контролирована территория Украины. Во-вторых, есть проблемы с финансированием, есть проблемы с зерном. А по большому счету отношение россиян к украинским производителям, к украинскому бизнесу грабительское. Когда приходят фермеру, как это было в Херсонской области, говорят, мы забираем 80%, 20% твое, ну, кто на этих условиях будет работать? Ну, наверное, никто не будет. Поэтому вот всячески такая, я бы сказал, это пауза. По большому счету, люди пока не понимают, что им делать, и особо не спешат сеять, и особо не спешат чем-то заниматься, куда-то вкладывать. Сейчас больше такое настроение на оккупированных территориях ожидания ЗСУ. И попытка, знаете как, выжить. Просто-просто выжить. Михаил Иванович, мы помним, что оккупанты, по сути, собирали дань с наших аграриев, вымогали деньги. Что такое 80%? Отдайте 80%. Это грабеж чистой воды, да. А сейчас как там происходит? Пытаются ли кого-то рейдернуть? Рейдером занимаются? Рейдерством? Ну, если вся страна рейдер, понимаете, поэтому говорить, что кого-то конкретно что-то забирает. Ну, разные истории. У нас, например, в Херсоне пытаются забрать помещение палаты, которое там есть. Там никого нету, она закрыта, наши сотрудники уехали, мы перевели работу в другие города, они работают в других городах. Вот есть попытка забрать, попытка создать чего-то. Ну, пока это у них закончилось ничем, к счастью, потому что никто с местного бизнеса это не поддерживает, и никто на это не хочет идти. Но есть другие интересные факты. Нам просто идет информация, мы так общаемся, но есть определенные контакты. Люди говорят, начали брать гривны на базаре, да. Если раньше были так достаточно жестко, следили о том, что были только рубли, то сейчас потихоньку вернулись гривны. И местная власть как-то на этом уже закрывает глаза. Нету такого достаточно жесткого отношения, как это, например, было к Крыму. Там было полгода, и через полгода все, украинская валюта не ходит, ходит только рубль. Там достаточно жестко. Вот они тогда откатали в 2014 году на примере Крыма. То сейчас, как они говорят, снова потихоньку вернулась гривня, и народ с большим энтузиазмом рассчитывается как раз к гривну и берет гривню. Такой, знаете, такой интересный симптом, да. Ведь люди очень тонко чувствуют. И чувствуют уже слабость власти, потому что так как раньше давили... Фейковой власти надо добавлять, наверное, Михаил Иванович. Фейковой. Фейковой, фейковой. Так называемые, я бы сказал, так называемые власти. Понимаете? Потому что, да, они могут еще, скажем, сокрыть предприятие. Они могут, как вы говорите, ретернуть или назначить своего директора. Они пытаются что-то вывозить в другие. Но в любом случае люди уже начали чувствовать вот такие, знаете, слабость такую. То есть нет уже той жесткой уверенности, что все будет вот так, как мы сказали. И это людей очень обнадеживает. Михаил Иванович, спасибо вам большое за ваш комментарий, за то, что нашли время для телеканала Freedom. Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, был с нами в прямом эфире. Спасибо. Спасибо. Спасибо.